Субтитры сделал DimaTorzok Вот, скажем так, какая экипировка нужна для каждого коллаба И в этом видео мы разберем каждую экипировку отдельно Вот, с моими личными предписаниями и мнениями, кстати, того, какую экипу лучше и желательно делать на коллаб Ну, а пока, да, можете похвастаться тем, что вы смотрите стримера 17 лямов БК-кробки Вроде как 17 лямов даже у Нагатыча нет Поэтому могу немножко похвастаться, вот Но начнем мы, наверное, с Кидзуны И здесь просто банальный ХПД Без ничего То есть Кидзуна полноценно будет играться в ХПДФ Да, я разберу всех коллабов Если вдруг у вас нет Кидзуны, неважно где что Кидзуна играет просто в стандартном ХПДФ Можно его даже полноценно не юарить до конца Я просто даюарил Тебе, почему бы и нет Кидзуны? Я очень много где играл Типа, идея ее в том, что она носит какой-либо дэмэдж и бафует нашу команду То есть это полноценный герой-бафер Поэтому ХПДФ пускай отдыхает, пускай кайфует Следующий герой Это Фила Фила у нас милашка И да, ПВП контент, скорее всего, просто не для нее Но в ПВЕ она себя будет показывать весьма и весьма неплохо То есть, например, как тот же самый Тюр Вот, который вы могли достать с этой витрины Тот же самый Красная Брунгильда Почему бы, собственно, бои нет Вот, то есть все эти герои акцентируются именно на атакокритующих сетах И Фила не является исключением с этого всего Она тоже будет играть с атакокритом И желательно, да, типа тут сверху Немножко поработать в плане процентов С учетом того, что она получила очень прикольное дополнение В плане того, что она дебафает оппонентов на 2 дебафа сразу Вот, ПВЕ, сила и вариативность Фила увеличилась И опять-таки, я не говорю, что Фила ПВЕ Король Демонов Фила ПВЕ какой-то там Рата Тоск Нет, это чисто автофарм Ставите Фила, ставите Тюра Они вдвоем накидывают кучу дебафов Фила увеличит шанс крита и крит-урон нашей команды Из-за того, что она уменьшает крит-опротивление крит-оборону оппонента И может это вообще внизу выйти вообще спокойно Плюс из-за кучи дебафов она от реликвиса И будет получать дополнительные связи с такой характеристикой до 45% И даже в ПВП она может себе попробовать Но, скорее всего, нет Это достаточно-таки уже старые юниты Если у вас нет там закрытой пятой консталляции И там кучи БК-коробки Скорее всего, в атак крите она в ПВП не поиграет А в ПВП в хпдфе от нее абсолютно не будет особо толку Поэтому нет На данный момент Фила это чисто ПВЕ-герой И атак крит-сет для нее, ну, я думаю, мастхэв Можете даже, в принципе, для начала, для Фила Просто заюарить вверх Сделать хорошие проценты, там хороший начальный стат Вот, заюарить вверх И все, пускай она у вас ПВЕ фармит Например, то же самое золото Либо же те же самые бесплатные этапы вместе с Тюром на кампанию Либо там с Красной Брумгельдой Но, скорее всего, Красная Брумгельда достаточно-таки редкий герой И вы не хотите ее качать А Тюра вы захотите качать И Фила Милашка как бы новый герой Почему бы и нет разнообразить свое ПВЕ Вот Это с Фила Рафтали Здесь, в плане Рафтали У меня есть определенные маленькие сомнения Я пока на данный момент не смог ее протестить нормально до конца В плане экипировки Потому как после последнего патча ей увеличили шанс крита И сейчас у нее 138%, но это не ее родные шансы крита Вот, просто у меня идея в том, что Если карта от наводнения будет критовать Если вдруг она случайно кританет То демидж там будет вылетать столько, что Ну, там много демиджа будет вылетать Я вам так серьезно скажу Вот То есть в плане наводнения она играла раньше хорошо Но в данный момент она является саппортом Она дает 30% демидж от акшена на аурах И дает еще увеличение максимального хп А на 300% от ее максимальной обороны То есть такого плана Вот, то есть с этой трипл деф Атаки у нее от дефа Трипл деф А зе оборона Ну, это стандарт А вот вверху я пока на арных шмотках Сделал ей шанс крита Когда будет возможность ее протестировать В каком-то элитном ПВП Я ее протестирую И скажу вам свое мнение В плане вот Чисто стандартный шанс крита Вот, полноценно Без всяких примесей К тому же В плане рафтали Очень удобно то, что Мы можем делать арные куски Так же самое, как и науфуми Потому что они вдвоем играют чисто от обороны То, сколько у них будет Атаки И БК Абсолютно не имеет значения Потому что науфумич В команде людей И своей личной формации обороны Он смотрится очень мощно Поэтому, ну И он вполне спокойно играет от второго хода Вот, поэтому рафтали Трипл дефсет Вот, сверху пока Шанс крита Если выгорит Вот, если она будет прям Очень плохо критовать То тогда либо А Возможно какая-то там степень пронзания Либо Б Крит урон Потому что степень пронзания Увеличит дэмэдж полностью От всех трех карт А крит урон увеличит Именно от отрыва дэмэдж То есть здесь нужно протестировать На данный момент я взял шанс крита Но потом в дальнейшем скорее всего Если мне не понравится Я переделаю либо в крит урон для отрыва Либо же просто в степень пронзания Для того, чтобы все наши три карты Били больнее Потому как, ну, от отрыва Ну, от наводнения, скажем так До этого не критовало 138% Возможно хватит рафталии для крита Но не факт Возможно хватит Но не факт пока То, на чем я становился Хочу протестировать Если получится, окей, хорошо Плюс у нее еще внешка Которую я еще не докупил до конца Скажем так, последняя Дает шанс критического удара 3% То есть у нас шанс крита выходит За 140% Возможно она может утонуть Возможно Но не факт Идем дальше И следующий у нас будет Это Иватани Наофуми Звезда этого коллаба Я не побоюсь этого слова То есть Кидзуно в ПВЕ Конечно Убер-хросуточка Фила Милашка Но Иватани Наофуми Показал себя великолепнейше Просто Шикарно Даже 1.6 Он настолько разматывает арену Что это ужасно В команде с Хаос Артуром Я сейчас очень сильно жалею Что у меня нет Хаос Артура Поэтому я не могу поиграть На Иватани Наофуми Но Идея его заключается в том Что он так же Само как и Рафталия Играет от обороны Поэтому ему Трипл ДФС Только в этот раз Именно в этом моменте Я уже точно знаю Что ему нужно роли То есть Низ это АЗ Центра это 100% оборона Чем больше процентов Тем лучше И чем лучше начальный стат Тем лучше для Наофумича Даже без внешки У него обороны Все равно будет весьма много Там под линком Тармика Либо под каким-то другим линком У него будет реально Много обороны С учетом того Что Хаос Арту Увеличивает базу Например Та же самая Хаюри Тоже увеличивает базу Взять какого-то Зеленого Осло Хоука Для 50% обороны Четвертая слота И 15% максимального АЗ От реликвии И это получается Весьма-весьма Бронированная пачка Да Светлый бан Вместо Хаюри Тоже очень хорошо Себе показывает Но мне наверное Больше нравится Именно пачка С Хаюри Нежели со светлым баном Из-за того что там Люта плотность И эта команда Просто непроливаемая Никогда Вот я попробую Паратестить такую команду В ближайшее время В ПОП Так что если что Подписывайтесь на этот канал Потому что именно На этом канале Будет этот видос И эти контенты Вот Поэтому Нафумич Банально В 3D в сете Со степенью пронзания Идейно Ему обалденно Заходит в степень пронзания Да у него получается Итого не так и много 135% в степени пронзания Но это Доп дэмэдж Дополнительный доп дэмэдж И Нафумич не критует И команда Людей не увеличит Никак нам шанс крита Либо уменьшает Крит оборону оппонента Это они неизвестны С той же самой Тюра Фила Рафтали Типа такого подобного Ну ладно не Рафтали Это Фиторий Вот У нас нет возможности Играться как-то От нашего шанса крита Шанс крита стандартный У него 88% Даже если я бахну Оба куска на шанс крита Нафумич не будет критовать Поэтому не делайте ошибки Не ролите ему шанс крита Степень пронзания Я понимаю это смотрится как-то Очень банально Но вы увидите дэмэдж Вы реально увидите дэмэдж От Иватани Нафуми И его будет много И да Приятной вам игры На Иватани Нафуми Даже без костов Он будет вам шикарным Саппортом в команде Хаос Артура Сейчас это однозначно да Так как у меня нет Хаос Артура Я скорее всего попробую Старую команду Иватани Нафуми Посмотрим на что она Сейчас способна Вот И это было все 4 старых героя 8 минут По 2 минуты на каждого Старого героя И мы переходим к Молодым Первое Это глаз Вот Молодой герой Я ее еще конечно Не до конца протестировал В пвпхе Но первые тесты Которые я с ней проводил Вот Не в самой лучшей Скажем так формации Для нее Но в пвпхе Она себя показывает Посредственно Да у нее очень хороший Сингл дэмэдж таргет Но Показывает она себя Пока очень посредственно То есть это не тот герой Который прям взрывается Фулл мэнти вайпает команду Она может кого-то Одного Быстренько так Тихую забрать Особенно если у нее Соберутся карты Не первого левела А второго Я не знаю Почему так Но Мы сегодня Играли Тестировали Прям на стриме Я немножко потестировал ее От второго левела Куски отрываются Хорошие То есть если у вас Есть первый ход И попытка Отрывать куски Да хорошо Окей Но опять таки Это обычка В элитке Я глаз Сейчас абсолютно Совсем не вижу Вот Поэтому я ей делаю Просто сет для бока Пдфный сет Да это плохо Я понимаю Что может быть Ей атака крит Для ПВЕ Но я ее особо Даже в ПВЕ Где-то не вижу Если вы видите ее Где-то в ПВЕ Напишите пожалуйста В комментариях Это Для того чтобы Ребята которые Смотрят этот видос Могли залезть в комментарии Скажем так Например завтра Либо послезавтра Либо Ну когда пройдет Некоторое время Когда вы ее тоже Потестируете Вы можете написать В комментариях Что атака крит На глаз смотрится Интересно В такой-то и такой-то ПВЕ активности Я тогда с вами Соглашусь В принципе Но пока на данный момент Даже если она где-то Будет играть Мело Вот Либо там например Тюра атака критующий сет Потому что у него 15% Ну ладно Не 15% Это обидно Рокси Рокси Атака критующий сет Рокси могу накинуть Все То есть я могу одеть Чужой атака крита Я думаю она особо Ничего от этого не потеряет Да немножко атаки она потеряет Но топовые активы И это скорее всего Не какие-то там Топовые очки Вот Поэтому хпдф на сет Просто для БК Пускай будет у вас один То есть это пока Лично мое мнение То есть глаз Я еще пока не распробовал Как только я распробую глаз И скажу что она просто имба лютая На уровне там Синего мела Либо там Ну хотя бы на уровне Не знаю Каких-то там Средних сильных героев Староса например Да Либо там какого-то Короля демонов Который сейчас Не особо валуевный Но он все равно еще Имеет шанс на поиграть То есть именно такие Старенькие герои Но и все еще С очень хорошим Пвп потенциалом Тогда я скажу что глаз Да я ошибался А так открыто Не смотрится хорошо На данный момент Нет Это очень плохой герой Но лично для меня Опять-таки Комментарии открыты Можете поднимать Щиты за глаз Комментарии открыты В этом плане Вот посмотрим Сколько людей Поднимет щиты за глаз Поэтому Потому как на данный момент Для меня это максимально Просто герой БК коробки Потом в дальнейшем За юарю ей сет Ну пускай будет ХПДфный юарный сет Все Не более того И после того Как мы обозрели глаз Я хочу перейти К самой главной вишенке Этого коллаба Это Питория Которая на данный момент У меня выдает уже 68 тысяч БК Вот С учетом того что Третий ультимейт Без внешки Вот да я внешку пока Финанс собираю на стримчике Как только соберу Куплю Покажу Все будет красиво В шоколаде Вот все Развитие контента Развитие канала Все так же само не стоит на месте Вот Как и ваши комментарии И лайки под этим видосом Вот И сет я ей уже за юарил Это ХПДфный сет Могу обосновать почему И это больше отталкивает нас К двум героям Которые я хочу на данный момент показать Вот Первый герой Это старый коллабный юнит Это у нас Ехидна Вот Когда выходила Ехидна В начале своего выхода Когда давненько Все остальное Я ей сразу бахнул Атак-крытующий сет В надежде на то Что она будет Лютейшим дэмэдж-дилером Там и подобного плана Потому что дэмэдж выдавала Хороший В элитке в атак-крытии Она тоже все показывала Прекрасно Первое начальное время Но потом Со временем С выходом новым героем Ехидна Как дэмэдж-дилер Потеряла свою валуевность От слова совсем Вот Но Она стала хорошим Сами-саппортом Потому что увеличила базу На 15% ее В принципе Попробую Ехидну Ведьму жадности Поиграть вместе с Фиторией в пвп Вот И после этого Мне пришлось сделать Второй сет На ехидну В виде хпдфа То есть второй герой Который меня отсылает Это Маэль У него тоже Это фестивальный герой У которого есть тоже Два своих юарных сета Это атак-крыт и хпдф Вот То есть просто у ехидны Немножко неправильно Сделан хпдфный сет Вот Но если перейти Например К тому же самому Маэлю У него Хпдфный сет И атак-крытующий сет Сделаны хорошо Вот То есть Атак-крытующий сет С крит уроном По центру Для того Чтобы в случае чего Можно было Менять этот сет Но при этом Основа атака И аза Оставалась нормальной Потому что Централь я люблю Там меня Атак-крыт оборон Атак-крыт сопротивление Там Вампиризм Вообще можно поставить Так чисто по фану Для того чтобы Маэль дольше жил То есть такого план Такого формата Это все дело Можно вполне спокойно менять Именно с центрами Почему я говорю Центр Для того чтобы В случае чего Я мог вполне спокойно Поменять эту экипировку На какую-то другую Которую мне надо То есть центра Всегда актуальны И они меняются И при этом Два сета С вариативными местами Как раз посередине То есть Это будет выглядеть Так именно унитарный сет Для вашего Например Маэля Да Но мы говорим сейчас Не о Маэле А новой Фитории Вот Которая недавно вышла И на данный момент Именно отсылаясь Как раз к Мелкой на Ехидне Вот Очень старым героем Я вижу валуев Именно хпдфного сета Потому что хпдфный сет В ближайшее время Да Скорее всего Атака крит Это мастхэв Возможно я и сделаю Второй сет Атака критующий Для того чтобы показать Ее валуев Там где-то в элитке Но опять-таки Если вам понравится Фитория Понравится контент По этому коллабу На данный момент Просто хпдф На будущее Вот Я понимаю У нее сейчас Очень хороший взрывной дэмэдж Она сингл таргетом Там кого-то Фуллмэнтим вайпает Например Мела В последнем видосе А у Ешки Тоже может выдать Очень много урона В обычном пвп И в элитке Это будет тоже Внушительно Я и сделаю Отдельно Атака критующий сет Для того чтобы показать Ее силу В пвп В элитном Вот Но по большей части Если вы там Не планируете Особо играть в элитке Потому что в элитке В основном неизвестные Будут показывать себя хуже Чем фестивали Фестивали в элитке Будут себя показывать Намного приятней Те же самые люди С науфумичем В элитке Будут намного сильнее Нежели в обычке Потому что У науфум Будет трипл деф сет С роллами На степень пронзания И от него Дэмэджа и выживали Те будет намного Больше чем в обычке Элитка Немножко просто Другое пвп Там немножко Другие правила Вот Я просто Уже много тусуюсь В элитном пвп И я знаю Что там даже Разница по урону Она абсолютно другая То есть есть Герои Которые взрываются По урону Даже в хпдфном сете А есть герои Которые вроде В обычках Дамажат А в элитке Даже в атаку Ритующем сете Не могут показать От слова ничего Поэтому фитори Пока лично Мое мнение Это хпдф На будущее Под будущее Пвп С будущими Сильными Неизвестными Но это я больше Акцентирую внимание Фитори Как пвп героя Вы же можете Акцентировать Вою фитори Как пве героя Потому что например 1-6 без внешки Вы просто покрутили Для коллекции Но хотите ей поиграть Пве Тогда делайте Атака крит Вот Ничего не мешает Вам сделать Атака крит Для пве фитори Например На того же самого Бельмот Вот я буду делать Контенты С фитори Там где-то На всяких там Бестах Это будет интересно Но на данный момент Лично я Сделал хпдф И возможно Атака крит Сделаю просто Для пвп контента Не более того Пока хпдф Притом я сюда добавил Прям очень хорошую руну Осталось еще по процентам Докачать Но у меня Не так много молотков Осталось Короче Фитори На данный момент Она смотрится Сильным дэмэдж Дилером Но в дальнейшем 50% шанса крита Которая накидывает Своим союзникам Неизвестной расы Это может сыграть С новым Сильным неизвестным Прикиньте Тюр Х2 версия Только Ну чуть Большим дэмэджем Чем у него есть сейчас И он будет критовать Постоянно Под фитори 50% шанса крита Потому что Тюр Это уже немножко устаревший герой Как бы ему уже Ни много ни мало Уже скоро наверное год будет Вот То есть Тюр как бы уже Слегка старенький герой Вот Но фитория новая И она будет Обалденным саппортом Для новых неизвестных Поэтому я на данный момент Рассматриваю ее лично Для себя Для своего аккаунта Именно так И возможно Да я как и Ехиди Сделаю два сета И я уже Фитория начал делать Нормальный сет В плане центра Центра дэв Вот То есть такого формата Потому что к фитории Очень много нюансов Можете сделать два сета И хотите поиграть Фитория Исключительно в пве контенте Делайте так Ритующий сет Хотите поиграть Это в пвп И что вам понравилось Фитория И вы хотите поиграть С ней дальше Делайте два сета Либо просто сразу Делайте хпдфный сет На будущее Вот Ладно ребят Такое было видео Попробовал рассказать В всех деталях Нюансах Почему я выбрал Тот либо иной сет Для героев Надеюсь Это вам понравилось Ну именно моя Скажем так Аргументация Если вдруг не понравилось Заходите в комментарии Пишите в ваши комментарии Что вам не понравилось В той экипировке Которую я делал Вот И ребята Которые будут смотреть Этот видос Скажем так Они тоже будут Заходить в комментарии И читать ваши комментарии С критикой Скажем так То что я советовал Вот И почему мои советы Возможно Плохие для некоторых ребят Вот И опять таки Для Фитории На данный момент Я вот так Приглядываюсь То что Атака критующий сет Я все так же могу снять С Рокси например Да какой нибудь Тюрни 15% Просто с Рокси Потому что у нее 15% брассер И все Я могу просто снять Вот так Надеть атака крит И Фитория Да немножко потеряет Атаки Но если она в ПВЕ Активе Будет сильная Она даже в чужом Атака критущем сете Будет сильной Типа в этом идея Вот Не если Фитория Будет сильной В ГВ контенте Да придется И делать Так критующий сет Вот Пока на данный момент Просто Очень Лютый И сильный Герой Ну а на том У меня все Спасибо большое за компанию Надеюсь видео Было вам полезным В плане того Какой сет Делать На того либо Иного героя С нового коллаба Потому что Их 6 Вот И ставьте лайки Подписывайтесь на канал Здесь будет еще много Контента И да Вечерком ждите Продолжение Гача стрима Я надеюсь вечером Уже Шансы Будут чуть повыше Чем днем Потому что днем Были просто Нулевые Просто герои Вообще не падали Вот И вечерком С вами завалимся На открытии И дальше да Будет еще много Контента Много И да Стрим босс смул Пока он еще жив Тоже нужно будет Сделать обзор 15 лямника Вот И посвятить ему Полноценный стрим Потому что Ну Помог Помог так помог Смул Хотя бы Перед коллабом Вот ребят Спасибо большое за компанию Было весело До скорого Увидимся с вами Когда нибудь Завтра либо Когда нибудь В новом видосе И подписываемся на канал Ставим лайк Комментарии Байте Рад Бога Да Субтитры сделал DimaTorzok